Начинаем сегодня изучать. Называется Апологетика мессианского иудаизма. Я вас прошу быть внимательным, когда я буду говорить термины. Вы эти термины, определения обязательно записывайте. Итак, что такое Апологетика? Апологетика происходит от слова Апология. Апология. Апология – это греческое слово. Обозначает защитительная речь или защитительное письмо. Сочинение, текст, направленный на защиту чего-либо. То есть предполагается, что объект Апологии подвергается внешним нападкам. Апология – это защитительная речь или защитительное письмо, сочинение, текст, направленный на защиту чего-либо или кого-либо. И предполагается, что этот объект Апологии подвергается внешним нападкам. Отсюда наука или тема, которая изучает Апологию, называется Апологетика. Это, можно сказать, наука, можно сказать, искусство. Первоначально в древнегреческом праве слово Апология означало защитительная речь на суде. Судебная защита. Известны такие сочинения, как Платона и Ксенофонта и Апология Сократа, которые представляют собой варианты защитительной речи Сократа. Но появлением христианства слово Апология, Апологетика приобрела особый смысл. Вы помните, что первоначально христиане подвергались огонениям. Со стороны, с одной стороны, да, иудеев, с другой стороны, со стороны римской официальной власти. И необходима была защита. Необходима была защита. И такие авторы, которые стали защищать христианство, начали называться Апологеты. Апологеты, вы помните, существовали во втором и третьем примерно веке. Ну, естественно, когда уже христианство было официально признано, этот тип науки и искусства, он отошел на второй план. Известны Апологии Аристида, Квадрата, Мелитона и Сарт, Клавдия, Аполлинария и Иусина Мученика. Ну, по-гречески он Мортирос, поэтому, если вы слышали, иногда так его называют американцы. Иустин Мученик. Иустин Мученик, который сочинил против иудеев диалогу с контр-трифонем. То есть, диалог против Трифона. А также Тертулиан, Тертулиан занимался Апологетикой, он написал Адверсус Юдаиос. То есть, Апологетика первоначально, она была с одной стороны направлена как против иудаизма, с другой стороны, она была направлена к римским властям, чтобы показать, что христианство отличается от иудаизма, и что христианство не противоречит римской власти. Ну, мы знаем, что мы мессианские иудеи. И говорят, самый вредный из людей мессианские иудеи. С одной стороны, вроде бы мы христиане, да? С другой стороны, вроде бы мы иудеи. И, к сожалению, мы будем об этом говорить в течение вот этих двух тысячелетий истории, создалось такое мнение, что иудаизм и христианство противоположны друг другу, они непримиримы к друг другу, и между ними не может существовать никакого компромисса. И вы знаете, в свое время это устраивало как иудеев, так и христиан. Христиан это устраивало, потому что в основном была церковь языческая, и евреев в церкви было мало, а когда появились первые евреи, им предложили просто, давайте вы уже от иудаизма отходите и становитесь такими же, как мы, христианами. Но евреи народ упрямый. Евреи хотят верить в Иисуса и продолжать вести свой еврейский образ жизни. И с другой стороны, ортодоксальный иудаизм против мессианских евреев, почему? Потому что они верят в Иисуса Христа. И видите, есть такие варианты произношения. Мессианские евреи, мессианские иудеи, или иудеохристиане. Я вам скажу, что пока удовлетворительного термина, который бы точно отражал наше положение, не существует. Если говорить об иудеохристианах, то, с одной стороны, этот термин абсолютно отрицательный для христиан, потому что это иудео. С другой стороны, он абсолютно отрицательно звучит для ортодоксальных евреев, потому что иудео что? Христиане. Но хотя этот термин, я считаю, вполне правильным. Поэтому возникло такое мнение, но как-то немножко пригладить. Вот мессианские евреи, мессианские иудеи. Я вам скажу, что последователи Любавического Рэбби, они тоже мессианские евреи и мессианские иудеи. Они верят в своего Мессию и ждут, пока он воскреснет. Вы знаете, когда умер Рэбишный Ирсон, его ученики стали ждать, пока он воскреснет. Поэтому этот термин тоже не совсем соответствует. Но как же мы будем себя определять? Видите? Отсюда возникает такой принцип как бы неполноценности. Мессианские евреи, подвергаясь нападкам со стороны христиан и иудеев, начинают думать. Ребята, ну что там мы вроде не совсем христиане. Вроде мы, мы совсем иудеи. И возникают две таких тенденции. Либо слишком христианская, харизматическая такая трактовка, где чуть-чуть немножко есть еврейской культуры, либо, наоборот, уход в ортодоксию. Это тоже бывает. И эти оба принципа совершенно неправильны. Потому что я вам скажу так. Иудаизм не противоречит христианству. И мы должны это доказать. Иудаизм и христианство – это очень сходные вещи. Адин Штензальц, есть такой ортодоксальный умный равен, Адин Штензальц определил иудаизм как христианство без креста. И мне это очень нравится определение. Адин Штензальц определил иудаизм как христианство без креста. Не без Христа. Слово «Христос» – это Мессия. И учение о Мессии является одним из краеугольных камней иудаизма. И каждый нормальный иудей ждет Мессию. И не только мессианский иудей. Но без креста, то есть без жертвы Иисуса Христа, без его воскресения на кресте. Но мы как раз иудеи какие? С крестом, да? Которые верим, что Ишуа Мессия – есть Господь Бог. Он есть Сын Божий. Но не только Сын Божий. Но Он есть Бог. Он не какой-то творог, не какой-то хороший учитель, хороший человек. Он есть Господь Бог. И мы верим, что можно жить еврейским образом жизни. И можно соблюдать Тору. И быть полноценным верующим Ишуа Мессия. Мы будем разбирать в некоторых аспектах и сами должны прежде всего понять это и уметь это показать другим. То есть иудаизм и христианство – это не противоречит друг другу, да? Мессианский иудаизм – это иудаизм с крестом. То мессианский иудаизм все-таки не равен христианству. Потому что христианство в течение двух тысяч лет создало свою определенную христианскую культуру. Она отменила еврейские праздники. Она отменила Тору. Она отменила еврейский образ жизни. Правильно это или неправильно? Для неевреев это правильно. Но для всего тела Мессии это неправильно. И поэтому мессианский иудаизм – это восстановление тела Мессии во всей его полноте. Мессианский иудаизм – это восстановление тела Мессии во всей его полноте. Помните, в послании Ефесянам написано, что из двух, то есть из иудеев и из эллинов, из Гаим, Бог создал одного человека. Это не значит, что этот человек перестал быть евреем, или этот человек перестал быть эллином. Но мы едины. Мы едины в Ешево Мессии. То есть, мессианский иудаизм можно рассматривать только с позиции восстановления. Восстановление того, что было первоначально, и того, что было утеряно в историческом плане. И, во-вторых, мессианский иудаизм можно рассматривать как единство. Это не есть новая деноминация. Это единство евреев и неевреев, верующих в Мессию. Мы не придумали какую-то новую деноминацию, которой раньше не было. Это фактически восстановление той первоапостольской церкви, которая была. И мы не требуем, чтобы все стали мессианскими евреями. Знаете, баптисты хотят, например, чтобы все христиане стали баптистами. Согласны? Пятидесятники для них идеал, чтобы все стали пятидесятниками. Но мессианские евреи, мы не являемся такими, что мы считаем, что весь мир должен стать мессианскими евреями. Я считаю, что единство – это Божий пазл. Что такое пазл? Пазл – это картинка, которая составлена из маленьких участков. В каждом участке имеется какой-то кусочек рисуночка. Если их вместе совместить, мы будем иметь общий рисунок. То есть я считаю, что в последнее время, когда Господь стучится во все деноминации, мы видим пробуждение в католической церкви, харизматическое пробуждение. Мы видим пробуждение среди баптистских церквей. Мы видим пробуждение среди пятидесятнических церквей. Я верю, что будет пробуждение православной церкви. То, что сейчас происходит – это только зачатки, только начало пробуждения. И я верю, что мы все будем находиться в единстве. Мы не будем одинаковые, но мы будем едины. Поэтому принципы нашей апологетики мы будем строить именно на этих началах. Видите, когда мы будем изучать апологетику, я думаю, что мы будем в четырех таких подтемах. Первое, если вот план изучения, прежде всего, нам нужно научиться вести дискуссию. Умеем мы вести дискуссию? Ну, часто не умеем, правда? Надо уметь психологическую подготовку и проведение дискуссии. Итак, первая наша задача – что? Научиться вести дискуссию. Знать, как это правильно делать. Второе. Мы должны изучить те камни, которые были положены дьяволом в сердца евреев и в сердца неевреев. Те твердыни, которые находятся. Вы помните, что в течение двух тысячелетий истории было очень много обид и с той, и с другой стороны. Многие эти обиды были обоснованы. И создались такие очень большие и страшные, и сильные твердыни. И мы должны, прежде чем научиться их разрушать, мы должны сами увидеть, да? И найти эти твердыни и в своем сердце, и помочь преодолеть их. Поэтому вторая часть нашего учения будет называться «Убирать камни». Третья часть. Видите, апологетика. Можно дискуссию проводить против кого-то, да? Ну, допустим, защищаться от неверующих людей. Но мы не будем этим заниматься. От атеистов мы не будем заниматься, потому что этим занимается евангелизация, да? Мы будем в двух направлениях. Значит, первая – апологетика от ортодоксальных иудеев. Нет вообще иудеев. Вы знаете, есть много форм иудеизма. Но ортодоксальные иудеи сейчас активизировались. Вот такая Лига Маген существует и ряд антимиссионерских организаций. Есть соответствующая литература по этому вопросу, и мы должны правильно уметь держать ответ. Итак, третья часть у нас будет апологетика против ортодоксального иудаизма. Мы будем основываться в это, разберем диспут Нахманида. В средние века был такой Нахманид. Раби Маше бен Нахман, который проводил диспут с христианами того времени. И это происходило в Испании. И мы видим, что если взять, например, литературу современных иудеев, которые против мессианских евреев, они почти полностью повторяют все те же доводы, которые происходили тогда. Кстати, Раби Маше бен Нахман одержал победу. Но я думаю, что мы сумеем победить Раби Маше бен Нахмана в этом диспуте, правда? И третий, и четвертый – это диспут против чего? Против христиан. Не против христианства вообще, да? А против определенных христиан, которые занимают позицию агрессивную по отношению к мессианскому иудаизму. Вы знаете, в общем-то, христиане не против евреев, но иногда, когда возникают у них вопросы, зачем нужен этот христианский иудаизм. Помните, Маяковский был такой поэт, написал о паспорте поэма «Нолкасты», «Серпасты», «Советский паспорт». И вот у него есть еще там о разных английском, немецком паспорте, о польском паспорте. На польске выпяливают глаза в тупой полицейской новости. Откуда, мол, и что это за географические новости? Вот так часто какое отношение к мессианским евреям. Откуда же это за рейхозды новости? Поэтому мы должны, естественно, дать ответ. Хорошо. Итак. Давайте научимся проводить диспут. Проводить диспут. Вы знаете, что есть... Значит, первое мы говорили, да? Научиться проводить диспут. Есть два способа обучения Торы. Вы оба знаете прекрасно. И оба эти термины знаете. Они вошли в русский язык. Первый способ изучения Торы – это механическое заучивание. Механическое заучивание. Когда просто отрывки заучиваются, повторяют один, два, три, четыре, пять раз, пока она не войдет автоматически. На иврите такой способ обучения называется зубур. И как она будет по-русски? Зубрить. Зубрежка. Кстати, на современном иврите зубур называют солдата-ветерана. Ну, как по-нашему. Солдат-дед. Дед зубрый. Зубрый. А есть еще второй способ обучения. Когда берут какой-то вопрос Торы, садят двух учеников. Помните, когда мы смотрели фильмы «Ишио», мы видели этот способ обучения. И они начинают спорить друг с другом и доказывать. Знаете, как этот способ обучения называется? Свара. Свара. Да, вот эта еврейская дискуссия называется свара. Но евреи, когда начинают спорить, это происходит довольно эмоционально. Согласны? Отсюда, в русском языке, свара – это такой сильный спор, переходящий в ссору. Будем научиться вести свару. Кстати, само слово «спор» происходит от глагола «лесапер». «Лесапер» означает считать, рассказывать или перечислять. Вот слово «сипур» означает рассказ. Слово «сефер» означает книга, да? А если люди рассказывают, доказывают путем перечисления, путем подсчета, отсюда получается спор. Спор. То есть, будем научиться вести дискуссию. Прежде всего, давайте посмотрим психологические аспекты. И первый подпункт. Давайте разберемся со своим страхом. Как вы думаете, что нам больше всего мешает говорить о Ишуа Мессии? Страх, правда? Страх, что мы не докажем человеку. Страх, что наши доводы будут для него неубедительными. Страх, что он нас отвергнет. То есть, мы обязательно испытываем чувство неловкости и страха. Вы знаете, что есть такие два очень важных еврейских вопроса. Что мне за это будет? И второй вопрос. Что я буду с этого иметь, да? Всегда, когда евреи спрашивают, как дела, они спрашивают, маниш-ма, что слышно? То есть, что мне за это будет? Что будет неприятного? Что нам грозит? Ну, и второе. Что я буду с этого иметь? Я вам скажу, что страх – это естественное состояние человека. Когда Бог творил человека, правда? Он запрограммировал, что будут какие-то ситуации, которые у него будут вызывать страх. Естественные ситуации. Если бы человек не боялся прыгать с десятого этажа, наверное, многие бы прыгали. Правда? Вот маленькие дети, вы знаете, они часто вываливаются из окон. Если мы не боимся сгореть, мы вполне можем полезть рукой в огонь. То есть, страх – это естественное состояние. И на земле нет практически ни одного живого человека, который бы не боялся смерти. Что бы он ни говорил на словах. Даже если герой сознательно умер за идею, или самоубийца набрался храбрости и повесился, это не значит, что эти люди свободны от страха смерти. Если бодрый товарищ, твердый во взгляде, решительно излагает вам с пеной у рта информацию о том, что он свободен от страха, то предложите ему загнать раскаленную до красной иголку под ноготь пальца. И уверяю вас, что он на это не согласится. Его страх перед болью – ничто иное, как действие инстинкта самосохранения. Также не боится смерти… Кто может не бояться смерти? Может не бояться смерти тот, кто очень увлечен. Кто очень увлечен. Или находится в стрессовой ситуации. Вот не боится смерти тот, кто с жарким азартом участвует в настоящей боевой перестрелке. Или просто забыл о смерти. Вы знаете, что ожидание перед боем, оно более для человека травматично, чем само сражение. И в действительности не тот не боится смерти, кто не боится умереть в самых жестоких ссорданиях, а тот, который в это время просто о чем? Не думает. Не думает. И поэтому вопрос веры. Правильно мы говорили. Веры Бога. Вы знаете, что вера в Бога, она снимает страх. Когда мы верим Богу, когда мы верим Ему, не просто верим в существование Бога, а верим конкретно Ему, то действительно настоящая любовь, которую дает Бог, он снимает страх. И самоотверженность, вы знаете, самоотверженность, которая дает человеку рисковать собственной жизнью. Вот мать может рисковать собственной жизнью ради спасения своего ребенка. Отважный самурай совершает харакири. Как вы думаете, они не боятся? Мать боится не столько за себя, сколько что? За ребенка. А самурай боится за свою честь. Поэтому есть вещи, которые мы боимся. И что? Страх и естественное состояние. Вы должны понять. Мы должны не бояться страха, да? А должны бояться, бояться страха. Вот когда мы боимся страха, тогда у нас и возникают всякие отрицательные вещи. Итак, что может победить страх? Что может победить страх? Еще больше страх. Да? Вопрос пишем. Что может победить страх? Первое. Еще больше страх. Солдат страшится от трибунала и идет в атаку. Вы знаете, что во время Второй мировой войны и в составе дивизии примерно в атаку шли только две третьи дивизии. Третья часть дивизии находилась во втором ряду. Их предназначение было стрелять в тех, кто боится. Это славная еврейская традиция. Она произошла еще из иудейских войн. И помните, когда евреи воевали за Израиль еще две тысячи, то есть даже три с половиной тысячи лет назад за воевание земли Израиля. И когда происходили войны в эпоху судей, и когда происходили эпоху царей, Давида и других царей, то первоначально вызывались те воины, которые боялись. Помните? Выходили и говорили, кто из вас женился и еще не был с женой? Тот пусть выходит. Кто из вас завел виноградник и еще не получил от него плоды? Кто из вас построил дом и не обновил его? А потом спрашивали, а кто из вас боится? И когда поэтому люди выходили, никто не знал. Или этот человек просто боится, или этот человек, который только недавно женился. И эти люди уходили. Их отпускали. Им ничего не было. Какого трибунала, никакого расстрела. Но те, которые оставались, они шли в бой. А сзади шли левиты. И левиты имели мечи. И если кто-то бежал, их задача была подсекать такому человеку ноги. Перерезать сухожилие ног. Это считалось очень позорным. Такая травма. Если человек бежал с поля боя, ему перерезали сухожилие ног. То есть страх убивается еще больше страха. Вы знаете, свидетели Иеговы? Они прекрасно его негализируют. Правда? Согласны? Ну, так называемые свидетели Иеговы, буду я так говорить. Потому, что имя Бога все-таки не Иегова. А во-вторых, они тоже свидетели довольно своеобразные. У них, вы знаете, есть, они обычно тоже идут по двое, как и ученики Иешуа. И какой их мотив? Они говорят, вот Бог дал тебе заповедь. Идите, учите, идите и убедите. Идите и научите, идите и убедите. И если ты не будешь это делать, ты не попадешь в рай. Будешь с Богом, и ты попадешь в ад. Но я вам скажу, что это неправильный мотив. Правда? И этот мотив тоже был и среди христиан. Смотрите, Божью заповедь. А ты пойди и убеди. Где она находится? Она находится в Евангелии от Матфея. От Матфея. Евангелие от Матфея, 14 глава. Помните, там содержится притча, что некий царь сделал пир. И люди не пошли на этот пир. Потому что у каждого была какая-то своя причина. Тогда царь послал своего рабу и сказал. Идите, да? Раб пошел по переулкам города. Это 21 стих 14 главы. Я своими словами пересказываю. По улицам. И привел нищих, увечных, хромых и слепых. И 22 стих. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты. И еще есть место. Господин сказал рабу. Пойди по дорогам изредим. И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Вы знаете, что эти слова из Библии были откровением для одного очень великого человека. Которого мы тоже знаем из истории. Это был испанский монах. Испанский монах с еврейской фамилией. Доминик Гусман. Он жил в 13 веке. Во времена, когда закончились первые четыре крестовые похода. Закончились неудачно. Было большое разочарование в католической церкви. И стали множиться разные учения. Которые были против католической церкви. Некоторые были правильные. Некоторые были неправильные. Но все они были ересей. И была такая ересь катаров. И Доминика Гусмана направили. Потому что он был очень способный человек. Он прекрасно умел убеждать людей. Но он потерпел поражение. Тогда он долго размышлял и молился. И он получил откровение. Пойди и убеди. И он создал свой план убеждения людей. И пошел к Папе Римскому. И так возникла инквизиция. Но я думаю, что страх, как метод убеждения, для нас неприемлем. Согласны? Итак, что может победить страх? Первое. Еще больше страх. Второе. Награда, которая превышает потерянное. Вы знаете. Вот, например, мы боимся идти к стоматологу. Потому что нам будет больно. Но потом что? Потом мы получаем награду в виде исчезновения зубной боли. Почему, вот, например, пираты сражались? Они были отважные люди. Как вы думаете, боялись они? Боялись. Но золото, страсть к золоту, да? Их было большой наградой. Адмирал Нельсон. Вы знаете, почему матросы адмирала Нельсона не имели поражения? Потому что за каждый подвитый корабль, за каждый удачный выстрел они получали награду. И эта награда помогала им преодолевать страх. Мы имеем награду? Мы имеем величайшую награду. Я вам скажу так. Получим мы. Получим мы, если мы будем с Богом. Да? Не по своим делам. Получим мы спасение, если мы сохраним себя с Богом. Но если мы ничего не будем делать для Бога, что мы? Мы не будем иметь награды. А хорошо иметь награды от Бога? Потому что плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Каждый из нас должен стремиться стать Божьим генералом. И получить награду на небесах. Об этом говорил и апостол Павел. Своему ученику Тимофею. И третий мотив, который помогает нам. Это любовь. Потому что истинная любовь, она всегда жертвенная. Само слово «агава», помните, происходит от слова «жертва». Истинная любовь, она всегда жертвенная. То есть мы жертвуем. Мы жертвуем собой. Ради спасения товарища. И это истинная любовь, которая помогает нам. И когда мы смотрим, например, Ишуа, который так полюбил нас, что умер, не только за святых и праведников, но и за грешников, эта величайшая в мире любовь, помогает нам преодолеть даже самый большой страх. Социофобия. Что такое социофобия? Социофобия – неразумный страх перед аудиторией. Вы знаете, что страх обоснован, когда угрожает опасность. Но почему-то многие из нас, когда приходится выступать перед аудиторией, правда, мы так волнуемся, как будто стоим перед расстрельной командой, и сейчас прозвучит залп. То есть, мы боимся, да? Авидий говорил так. Потерпевший кораблекрушения боится тихой воды. Есть очень много видов фобии. Вот клаустрофобия – боясь замкнутого пространства. Агорофобия – болезнь открытого пространства. Пирофобия – боясь огня. Разные-разные есть фобии. Арахнофобия – боязнь пауков. Герпетофобия – боязнь змеев. Некоторые мышей боятся. А есть социофобия – это боязнь общества. Или страх перед аудиторией. И вы знаете, что все наши страхи, они имеют корни в нашем детстве. Согласны? Недаром поэтому есть целая наука, которая изучает нашу психологию и начинает выискивать, какие у нас были в детстве страхи. И практически каждого из нас когда-то в детстве другие люди пугали, дразнили, а может быть и били. И причем больно. Взрослые люди, как мужчины, так и женщины, приличные с виду, еще как оскорбляют друг друга, делают друг другу извительные замечания, активно участвуют в потасовках, а иногда даже на досуге друг друга убивают. Возьмите наш украинский парламент. Это смерто-убийство там не доходит, но порой свары не меньше, чем у некоторых евреев при изучении Торы. Бывают. Согласны? Вторая причина – это страх отвержения. Итак, первая причина, что нас в детстве пугали. Нас в детстве пугали старшие, иногда нас заставляли читать какие-то стихотворения, потом осуждали нас или говорили, вот ты, мальчик, неправильно сделал, а надо было лучше сделать. Были такие случаи, когда сами родители нас требовали совершенства. Крайне мере, у меня такое было. Это совершенно точно. И вторая причина – это страх отвержения. Ради этого человек может совершать безумный поступок. Знаете, это тебе слабо, говорят, да? Слабо. И человек идет на смерть и рискует жизнью, не потому что боится наказания, а потому что боится отвержения. И отвержение – это самый большой страх. Быть отвернутым. Остаться наедине. Если бы мы с детства воспитывались правильно, у нас бы было меньше таких страхов. Но очень часто мы в детстве испытывали страх отвержения, в особенности, например, я вот тоже, до сих пор вспоминаю, как меня не любили за то, что я толстый был. Я стремился быть умным, умнее других, а за это меня еще больше не любили. И возникал замкнутый круг. Что же нам делать? Как приобрести уверенность в себе? Как приобрести уверенность в себе? Неуверенность – это враг, который мешает нам добиваться своих целей. Это предатель, который в ответственные моменты нашей жизни нам не протягивает руку, а подставляет ногу. Что же делать? Как бороться вот с этой неуверенностью, с этой скованностью? Первое. Первое. Это надо захотеть по-настоящему. Вы знаете, еще никто не бросил курить, если он по-настоящему не захотел курить. Еще никто не бросил наркотики, если по-настоящему не захотел это сделать. Правда? То есть, прежде всего, надо по-настоящему захотеть. То есть, захотеть – это быть готовым не в мечтах, а на деле. Приступить ко второму шагу. Второй шаг – это для роста уверенности надо что-то делать. Для роста уверенности надо что-то делать. Вот, скажите, вы проходили недавно учение о проповеди и проповедовали. Трудно вам было? Трудно. Ну, вы начинали. Ваши проповеди были неудачными. Конечно, может быть, и в соединении с великими проповедниками, или с какими-то, допустим, опытными проповедниками, кажется, может быть, слабыми. Но! Это ваши первые шаги. Когда ребенок идет, да, что делает отец? Он отпускает его. И ребенок начинает идти. Единственный способ научиться плавать – это что? Это плавать, да? Это плавать. И поэтому, чем больше у вас будет возможности выступать публично, старайтесь эту возможность обязательно использовать. Мне в свое время очень большое значение сыграло то, что я, когда работал в медицине, я был лектором общества знания. Знаете, да? И я научился говорить в разных аудиториях, среди рабочих, среди людей, которым, в общем-то, было абсолютно безразлично меня слушать. Их на силу загоняли в красный уголок и начали им читать лекции. В лучшем случае они безразлично сидели. Кто-то там сзади, может, играл в морской бой или там во что-то другое, в домино. Кто-то вообще-то спускал разные реплики. Естественно, было трудно. Но потом постепенно, постепенно с опытом это мы преодолеваем. И еще нам нужно самовнушение. Самовнушение или самовоспитание. Самовнушение, самовоспитание. То есть мы должны настроить себя на боевую обстановку. Знаете, есть такое оптимальное боевое состояние. ОБС у спортсменов. И спортсмены специально способом самовнушения настраивают себя на это. Скажите, ну если мы божьи люди, можем ли мы заниматься самовнушением? Можем. Можем, и это правильно. Главное, почему, да. Почему мы будем это делать? Меня спросили, медитация, это хорошо или плохо? Как вы относитесь к медитации? Я говорю, медитация, это размышление. Если я размышляю о Боге, то я к медитации отношусь очень положительно. Положительно. Очень положительно. Итак, мы должны формировать свою личность. Потому что в нас содержится огромнейший, колоссальный потенциал. Мы не знаем, какого он. Но мы можем его совершенствовать. В каждом из нас Богом заложены определенные способности. И эти способности мы должны развивать. Вот поэтому, когда апостол Павел говорил о дарах, что мы должны сделать своими дарами, мы должны их развивать. И когда я говорю, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, скажите, это формула самовнушения? Да, это исповедание веры, но это формула самовнушения. И это будет для нас совершенно правильно. Вы знаете, что если человек, не хочется ему улыбаться, а он стоит и начинает улыбаться перед зеркалом. Эмоции наши имеют внутреннюю причину, да? Но возникает и обратная связь. Если мы улыбаемся, то у нас начинает настроение улучшаться. То есть обязательно это имеет обратную связь. И наша первая победа, это прежде всего победа над самим собой. Отметьте, что прежде чем побеждать других, надо что? Надо победить самого себя. Если я буду говорить о вессианском иудаизме, так, а сам не буду в этом убежден, что я совершенно прав, смогу ли я убедить другого? Не смогу ни в чем убедить. Совершенно верно. И первый принцип, который мы должны знать, я смогу изменить себя так, как мне этого хочется. Я смогу изменить себя так, как этого хочется. Мы можем меняться? И это величайшее благо для нас. Вы знаете, что ангелы меняться не могут. Либо они хорошие, либо они плохие. Либо они с Богом, либо они попадают в ад. Мы можем измениться и в лучшую сторону, и в худшую сторону. Когда мы будем на небе, как ангелы, мы уже не сможем изменяться. Итак, первое, что мы должны ответить, что я могу изменять себя так, как мне этого хочется. Второе важное. В принципе, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Вы знаете, нет безнадежных ситуаций. Даже если человек приговорен к расстрелу, и его должны завтра, как говорят, на рассвете расстрелять. Бежать нет никакой возможности. Да? О чем мы можем думать? Мы не можем изменить ситуацию. Но можем мы изменить свои отношения к ней ситуации? Человек может в последние часы мучиться, ожидать конца. Или человек может быть полон ненависти, злобы на правительство, на суд, что его неправильно осудили, по неправильным законам. Или может на себя быть злым, что вот я такой-сякой, вот я действительно грешник, и так мне надо. Я себя ненавижу и буду ненавидеть. А может человек сказать, я не могу изменить ситуацию. Но либо человек может покаяться, и несмотря на то, что он будет предан смерти, он будет с Богом. Либо если человек с Богом, он не будет сетовать на все обстоятельства или на преждевременную казнь, что ему не дали выполнить свое предназначение. Помните, как апостол Павел говорил, сидя в тюрьме? И это образец для нас. Как можно изменять свое отношение к ситуации? Он не плакался. Его покинули все лучшие друзья. Помните? Тот меня покинул, тот меня покинул. Но он говорит, я веру сохранил, течение совершил, готовится мне венок нетленный. Мне, честно говоря, хочется уже быть с Богом. Но если будет такая возможность, я буду спасен. То я буду еще с вами и буду вам еще проповедовать. Вот прекрасное отношение к ситуации. То есть даже самую страшную ситуацию, если мы не можем ее изменить, мы можем изменить свое отношение к этой ситуации. Следующий момент. Для того, чтобы мы изменили себя и аутогенная тренировка, прямо сейчас можно сесть и составить свой индивидуальный текст, который будет для меня подходить. Я не боюсь, например, проповедовать. Я верю Господу. Я знаю, что все слова, которые сказаны будут мною, они будут идти от Господа. Если даже кого-то я не буду убеждать, то действия я предоставлю кому? Духу Святому. И так далее. И если мы будем составить такой текст, уделите 15 минут своей жизни на составление такого текста, и этот текст может изменить вашу жизнь. Еще один принцип. Проявляй уверенность и станешь уверенным. Проявляй уверенность и станешь уверенным. Знаете, на кого нападает собака? На того, кто ее боится. Знаете, на кого нападает бандит? На того, кто кажется ему слабее. Правда? Если ты будешь выглядеть уверенно, то никто на тебя не нападет. Никто на тебя не нападет. Но дело в том, что наши мысли и чувства, они очень зависят от функции нашего разума. Некоторые говорят, мы не можем, но я боюсь, я не уверен. Как же я могу начинать с себя развивать эту уверенность, правда? Это то, что так же, как сказать, я не могу любить, потому что я не люблю. Но любовь – это эмоции. Но есть заповедь любить. То есть, это есть решение воли. И быть уверенным – это тоже есть решение нашей воли. Значит, нужно учиться выглядеть уверенным, уверенно смотреть, что уверенно говорить, уверенно действовать. Некоторые говорят, что это артистизм. Но я вам скажу так. Вы знаете такого человека Адольфа Гитлера? Человек очень неположительный. Вы знаете, что он был очень застенчивым. Та Наталья, кажется, Чехова, которая близко знала Гитлера, она расценится Чехова. Женщина из окружения Гитлера говорила, что в быту, вы знаете, Гитлер был очень застенчивым человеком. В особенности по отношению к женщинам. Когда Гитлер был на фронте, он получил отравление газами. И он лежал, кажется, в Мюнхене, в больнице. Там встретился с рядом людей. И он начал ходить на курсы аутогенной тренировки. К сожалению, эта аутогенная тренировка включала в себя и некоторую бесовскую, оккультную практику. Которую Гитлер в последующем преуспел. Но вот этот скромный человек, который не умел, как говорится, связать концы с концами, стал величайшим зажигателем немецких сердец. Согласны, что речи Гитлера не имели особенный для немцев смысл. Казалось бы, в общем-то, нам ничего не было особенного. Это какая-то наигранная речь. Но она охватывала миллионы людей. Я вам скажу, там еще, безусловно, был духовный фактор. Но если Гитлер был одержим бесовым, мы, будучи одержимым Духом Божьим, можем сделать многое. И если мы даже скромные и тихие и слабые, то когда мы с Богом, мы становимся сильными. Есть у нас пример? Основные признаки уверенности при выступлении. Запишите. Итак, мы говорили, что нам надо выглядеть уверенно, говорить уверенно, то есть быть уверенными. Основные признаки уверенности при выступлении. Первое. Зрительные. Зрительные. Осанка правильная. Не уверенный человек, он что? Корбится, сутулится. Держит руки в карманах. Или вот так, и начинает там где-то что-то перебирать. Как Хазанов это изображает, помните? Да. Значит, осанка правильная. Взгляд прямой в глаза. Ну, не надо постоянно смотреть человеку в глаза. Это что обезьяну раздражает, что человека. Если вы будете смотреть своего оппонента в глаза, пристально, возможно, вы в глаз и получите. Поэтому надо разумно. Взгляд прямой в глаза фиксированный, задерживается в одной точке не менее двух секунд. Иначе он выглядит со стороны как бегающий. Взгляд прямой в глаза фиксированный, задерживается в одной точке не менее двух секунд. Ну, и не больше минуты, наверное. А то иначе гляделки получатся. Жесты. Свободные, синхронно со словами. Знаете, что евреи очень любят? Жестикулировать. Говорят, даже когда вы сидите в окопе, не разговаривайте. А то снайпер подстрелит вас в руку. Хорошо. И отсутствие лишних мышечных зажимов. Помните, человек скованный. Если скованный человек, ему даже трудно говорить. Он может научиться начать заихаться. Слуховые. Голос достаточно громкий. Так что слышал последний ряд слушателей. Ровный. Если голос задрожал, добавьте немножко громкости. Дрожь пропадает. Если голос задрожал, добавьте громкости. Дрожь пропадает. Тон голоса уверенный. От спокойного до любой эмоциональной окраски. Но уверенный. От спокойного до любой эмоциональной окраски. Без частых запинок, заиканий и ненужных пауз. Без частых запинок, заиканий и ненужных пауз. Если они появились, сбавьте темп. Дайте себе время подумать. И они пропадут. И создавайте маску уверенности. Последний плюс. Маску уверенности. Просто смотрите в зеркало. Запомните эти мышцы. Все мы играем роли. Вы знаете, что каждый из нас играет роли. И каждый из нас имеет свою маску. Создавайте маску уверенности. И это правильно будет. Хорошо. Спасибо.